Гены человека и мыши совпадают на 80%. Выходит так, что то ли мыши на 80% люди, то ли люди на 80% мыши. Самое интересное, что всего 300 ген являются уникальными для каждого из видов. Насколько эта цифра мала? Геном человека по самым свежим исследованиям состоит из 20-25 тысяч ген. Ранее считалось, что их 28 тысяч. Схожесть человека с грызунами является причиной, по которой огромное количество лекарств, косметики и даже продуктов питания тестируется на мышах и крысах. Исследование, которое показало, что 20-минутная кардиотренировка, а именно бег, приводит к нейрогенезу, а именно появлению новых клеток мозга, изначально было проведено именно на мышах. Можно ли считать, что 80% геномная схожесть между человеком и мышью делает нас похожими? Похожими в поведении, в принятии решений, в социальном выборе и определении социальных ролей? Можно ли, следя за определенными группами животных, видя, что с ними происходит после того, как их поместить в определенные искусственные условия, понять, что нас ждет в будущем? Что-то хорошее или плохое? Многие представители ЛГБТ-сообщества ссылаются на однополые половые связи животных в качестве доказательства, что однополые отношения – это нормально и природно. Почему же нельзя тогда ссылаться на представителей фауны и в других вопросах? Тем более, когда набор ген между некоторыми из них и человеком совпадает аж на 80%. Около 50 лет назад, в 60-70-х годах прошлого столетия, был проведен ряд экспериментов над мышами, самый известный из которых назывался «Вселенная-25». Проводил эксперимент Джон Б. Келхун, американский этолог и исследователь психологии, исследователь связей, проблем популяционной плотности и ее влияния на поведение человека. В Рунете достаточно давно появилась статья, посвященная эксперименту «Вселенная-25» и его результатом. Статья называлась «Как рай стал адом». Действительно, окончание эксперимента было удивительно жутким и страшным, но суть не в этом. А в том, что то, что происходило во время эксперимента, удивительно ложится на современную действительность. Можно ли благодаря этому эксперименту проследить корреляцию происходящего с людьми и предвидеть неминуемую, и следует сказать, достаточно страшную гибель человечества? Изучая этот вопрос, сравнивая жизнь мышей и людей, чьи гены, повторюсь, совпадают на 80%, можно прийти к жутким, но интереснейшим выводам. И сегодня мы с вами поговорим о них. Благодаря этому вы, земляне, поймете, насколько близко вы находитесь у пропасти и как именно будет выглядеть падение в нее. Если ты смотришь это видео, мой друг, ты и есть последнее и настоящее сопротивление тем, кто толкает человека в пропасть. Ты на канале Нулевой Пациент, здесь говорят о самом интересном и важном. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк видео и обязательно поделитесь этим видео у себя в соцсетях. Заранее благодарю. Ну что ж, земляне, приступим. Друзья, желающие поддержать развитие нашего проекта и канала, и вообще все те, кто любит читать не всякую фигню, а интересную сюжетную литературу, настоятельно рекомендую и прошу покупать мои книги. Книги, которые являются бестселлерами и хитами. Несмотря на тревожащие и порой скандальные названия, эти книги снискали себе большую аудиторию, потому что они интересные и очень даже хорошие. А что я еще скажу о своих книгах? Тот, кто надумает купить сразу три книги, тот получит огромную скидку. Мои книги есть всюду, но только у меня вы сможете купить их с бесплатной доставкой по лучшей цене. Читайте, наслаждайтесь. Ссылки для покупки книг будут в описании под этим видео. Все книги, конечно же, подписываю лично я и оставляю именные автографы. Долго и много рассказывать об эксперименте Вселенная 25 не нужно, да и невозможно, так как информации о нем не так уж много. Пару однообразных статей до страниц в Википедии. Все, что представляет настоящую ценность, это основные вехи в проведении эксперимента и выводы, которые следует сравнить с современной действительностью. Прежде чем я перейду к сути, я должен сказать, что существует и критика данного эксперимента, достаточно серьезная и авторитетная, ставящая под сомнение результаты. И ее бы можно было воспринимать всерьез, если бы не то, что вы узнаете дальше. Вы же сами можете все сравнить и понять, результат пугающая правда или нет. Итак, в 1972 году совместно с Институтом психического здоровья Джон Келхун провел эксперимент над мышами, который заключался в том, что несколько здоровых пар мышей поместили в некий резервуар, в котором при увеличении популяции могло поместиться тысячи мышей. В данном резервуаре всегда было в более чем достаточном количестве еды, то есть возможный голод был исключен, там было всегда в обилии воды, а также постоянно поддерживалась комфортная для жизни грызунов температура. Каждую неделю резервуар регулярно чистился до идеального состояния, то есть мы с вами имеем идеальную утопию, о которой многие из живущих на Земле мечтали и мечтают, то есть вдоволь есть всего, что только можно пожелать. Нечего ссориться, ругаться и воевать, плодитесь и размножайтесь, получайте удовольствие от жизни. Однако эксперимент закончился спустя всего 4 года и 3 месяца после начала, ведь спустя 1780 дней после начала эксперимента Вселенная-25 погибла, находящаяся в резервуаре последняя мышиная особь. Несмотря на то, что резервуар мог вмещать в себя практически 10 тысяч мышей, популяция грызунов никогда не превышала 2200 особей. Забавно, правда, как так получается, что утопичная цивилизация мечты погибла в столь короткий срок? Почему? Помните историю, которую рассказал мне Дмитрий Гордон? Быть может суть в этом? Он пришел в зоопарк в Ялте когда-то и ему сказали, вот кабаны, у них никогда не было потомства, а теперь есть. Он говорит, а за счет чего? Говорит, изгородь отодвинули. Они не могли размножаться в неволе. Отодвинули изгородь, создали ситуацию, когда они... Когда нужно занимать место свободное. То есть мышам не хватило места, не хватило мира, чтобы развиваться и размножаться. Можно было предположить, что это так, но это не так. Ведь если среда обитания вида ограничена, вид не вымирает. Он только контролирует свою популяцию. В том числе и с помощью других видов. Охотники отстреливают волков, если их стало слишком много. А волки, в свою очередь, уменьшают популяцию зайцев, если их слишком много. И так далее. Поначалу грызуны, оказавшись в раю, о котором всегда мечтали, плодились очень активно. И их популяция удваивалась каждые 55 дней. С 315 дня темпы размножения стали сильно уменьшаться. И популяция мышей стала увеличиваться лишь каждые 145 дней. В этот момент новый рай населяло 600 мышей. И места для всех стало незначительно, но все-таки меньше. И вот, как и в любой социальной группе, находящиеся в замкнутом пространстве, начали появляться классы. Среди мышей появились так называемые изгои. В большинстве своем это были молодые особи. Они чаще остальных становились объектами агрессии. И отличить их можно было от прочих по следам укусов на хвостах и следам крови на теле. Данную группу вместе с остальными терпилами сгоняли в центр резервуара. Как утверждал сам Джон Келхун, автор эксперимента, это было связано с тем, что в защищенном раю мыши жили дольше обычного. И для молодых мышей не освобождалось социальных ролей, которые они могли бы занять. Стареющие мыши не освобождали места для молодых особей. После изгнания самцы психологически ломались и проявляли меньше агрессии, не желая защищать своих беременных самок и занимая при этом несвойственные им социальные роли в обществе. В итоге именно самки стали защищать себя и потомство, проявляя агрессию. Агрессию самки впоследствии стали проявлять по отношению к собственным детям и даже убивать их. Смерть молодняка стала достигать значительных величин. Самки стали перебираться на верхние этажи резервуара, превращаясь в агрессивных изгоев. Далее в мышином раю появились так называемые красивые. Это были самцы, которые не желали ничего делать, не спариваться, не вступать в конфликт, не выполнять какие-либо социальные функции. Они лишь заботились о своем внешнем виде. Появление этих самых красивых ознаменовало последнюю стадию существования эксперимента Вселенная 25. На последних стадиях существования мыши в резервуаре практиковали, и это очень интересно, по моему мнению, гомосексуализм, каннибализм, в том числе и собственных детей, необоснованную агрессию и, наоборот, полное нежелание сражаться и, главное, искать между собой общий язык, они существовали обособленными небольшими социальными группами. Далее эксперимент закончился. Все мыши умерли. На это понадобилось всего немногим больше четырех лет. В результате эксперимента Джон Келхун сделал два умозаключения, которые, повторюсь, подвергаются вполне авторитетной критике. Он выяснил, что перед физической смертью идет, конечно же, моральная и духовная смерть. Смерть сознания в контексте общества. Второе умозаключение – это факт того, что общество не может жить и развиваться без преодоления, без войны, голода, болезней, засухи, эпидемии и так далее. Общество не может быть идеальным, и оно не может жить в идеальном мире, где у всех все хорошо. Обществу нужно бороться. Для развития общества в уравнении всегда нужно несчастье, некие проблемы. В общем, одним словом, человек настолько кретин, по сути, что момент, когда в его жизни и жизни окружающих все хорошо, для него и для окружающих на самом деле – это плохо. Удивительно. Персонально я отказываюсь в это верить. Я верю в процветающий, постоянно прогрессирующий, духовно-интеллектуально мир, где люди счастливы, занимаясь каждый своим и одновременно общим делом. Однако результаты эксперимента Вселенная 25 противоречат этому. Итак, берем уравнение. Вводим в него продолжительность жизни человека относительно продолжительности жизни мыши. Далее берем количество особей, людей, их вес, массу относительно размеров резервуара под названием земля. Вводим в уравнение восполняемые ресурсы в виде того, что ежегодно растет из земли и рождается на фермах. Конечно же, вводим в уравнение ресурсы, затрачиваемые на это – комбикорма, эрозию почвы, воду. Еще с десятков параметров и вуаля! Мощный компьютер, просчитав сложнейшее уравнение, выдает финальную цифру, практически точную дату, когда не станет последнего человека на земле. Так сказать, математически предсказанный конец света, которого так многие ждут и жаждут. Но, как я и говорил в некоторых предыдущих роликах, конец будет эпичным, продолжительным и жутким, лишенным антихристов и божественных мистических откровений на небесах. Все будет долго, очень страшно, мучительно и до безобразия предсказуемо. Основное количество мировых религий, в том числе и самых сильных авраамических, готовят вас к этому неминуемому концу. И это вполне очевидно. Кто же, как не хозяин резервуара, хозяин фермы, имеющий и знающий все составляющие гигантского уравнения, с точностью до секунды может знать, когда конец света для конкретного вида скота наступит? Основное количество религий говорят вам это неизбежно. И лишь учение, имя которому Асентия, способно предотвратить падение в пропасть. Лишь оно способно сказать нет и главное сделать все необходимое, чтобы корреляция и направление на смерть, моральную и физическую, оказалось неправдой. И не важно, что об этом думаю я или вы, истина, как и Асентия, никого не слушает, залечивая раны и все исправляя, создавая только прекрасное, так же, как и источник. Многие из зрителей могут возразить и сказать, результаты экспериментов вселенной 25 не имеют никакого отношения к современной реальности. Разве тебе не видно, Петр, как плодятся сейчас люди и ни конца, ни края этому не видно? Мол, даже может возникнуть проблема из-за перенаселения? И это мнение имеет право быть, однако вы слышали о таком понятии, как демографический переход. Демографический переход – исторически быстрое снижение рождаемости и смертности, в результате чего воспроизводство населения сводится к простому замещению поколений. Уже сейчас демографический переход закончен в России и Китае. Да, пусть не быстро, да, пускай вследствие многих социальных и интеллектуально-нравственных катаклизмов, но нас ждет судьба участников эксперимента вселенной 25. Мы же с вами уже сейчас видим, как это происходит. Ведь осталось на самом деле в масштабах цивилизации подождать совсем немного. С 2064 года популяция землян начнет сокращаться. Исследование, которое предоставило данные и показатели, опубликовано в журнале Lancet. Предотвратить полную социальную, я бы даже сказал, цивилизационную деградацию, возможно, лишь если начать каждому из нас восхождение. Восхождение к лучшей версии самого себя. Восхождение к себе такому, о котором ты всегда мечтал. Это возможно для всех нас, и это, друзья мои, неизбежно. Альтернатива этому лишь очень печальное забвение и смерть. Всех вместе и каждого по отдельности. Очень скоро, друзья, очень скоро я расскажу вам, как формируются в человеке условные и безусловные рефлексы. И как они на самом деле управляют вами, управляют обществом. И вы наконец-то узнаете, как цивилизация становится такой, какой она есть сейчас. Вы недооцениваете мощь сформированных вас в вашей голове нейронных путей. Как сотни лет генетически, информационно для всего общества, во всех уголках мира, и от этого невозможно никаким образом скрыться, формируются в людях привычки, мнения, понимания, которые не имеют никакого отношения к правильному взгляду на действительность. Но мы с вами все это поощряем, мы за это боремся, мы воюем, мы за это проливаем слезы и говорим, что без этого мы, без нашего прошлого, без нашего настоящего, которое якобы бесконечно сильно важно, мы никак не можем существовать без всего этого. Это ложь, друзья мои, это ложь. Друг мой, если ты посмотрел это видео, ты и есть настоящее сопротивление лжи, невежественности и злобе. Конечно же с тебя, друг мой, лайк, подписка, колокольчик и поделитесь обязательно этим видео у себя на странице в соцсетях. Спасибо огромное, мой дорогой человек, что досмотрел это видео до конца. Пусть вас наполнит сила и мудрость источника. И помните, друзья мои, грядут перемены. Вы и есть эти перемены. Пока.